Всем салют друзья с вами снова канал ОЗГеймс и мы продолжаем проходить приключенческую игру восхождение расхитительницы гробниц отправляемся дальше наше путешествие и мы в очередной раз возвращаемся на заброшенную советскую базу где у нас основная цель то там какой-то череп появился полагаю что это дополнение пока мы туда не пойдем давайте отправляться ближе к основному заданию но это кто такой не стреляй я с яковом он велел дождаться тебя но эти сволочи нашли нас раньше о боже что с тобой жить буду но нужно где-нибудь укрыться на случай если захватчики вернуться там за мостом есть пещера это волчье логово туда они не сунутся но мне сейчас волков не одолеть нам это пещера нужна для сборов только надо вырезать волков я даже что-нибудь придумаю для твоего пистолета ну как поможешь очередное доп задание ну давайте возьмем волков то перебить это не проблема думаю спрячься пока я скоро вернусь спасибо яков говорил о тебе правду может он нам глушитель отсыпет ой это было больно а это вот здесь до пещерка патроны по максимуму давайте возьмем пистолет и пошли повоюем только шкуры надо захватить а то потом забудут они еще и попрятались все где-то там в глубине сидят грибочки тихо 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 да блин кое-как отбился вернитесь к раненому потомку надо осмотреться тут может не штифки какие будут ну шкуры я набрал теперь на годы вперед закрыт проход тут закрыта все за зарослями блин здесь не пройти здесь тоже самое ну понятно что за банка не знаю взять не могу что а а а а а а а а а Где у нас этот раненый потомок? Ага, вижу. Ты зачистила пещеру? А то. Навесные приспособления устанавливаются на оружие и меняют его характеристики. При получении приспособления оно будет установлено на подходящее оружие. Приспособления автоматически устанавливаются на любое подходящее оружие. Ну ладно, окей. Такс. Ну будем считать, что что-то установилось. Ладно, погнали на основное задание. Такс, как туда забраться? Нет, здесь не залезает. А, во, зацепился. Отлично. Советские солдаты. Здесь случилось что-то ужасное. О-о-о. Да уж, неприятно. Лесопилка рядом с пещерой Якова. Там кто-то попал в ловушку. Давайте здесь сохранимся. Думаю об отце каждый день. Многие годы я винила его в том, что он жил лишь работой и оставил меня одну. В какой-то мере я все еще корю себя, что оттолкнула его. Я твержу себе, что была юна и не понимала его. Так или иначе, он умер. А теперь почему-то чувствую, он ближе мне, чем был при жизни. Ему не удалось многого добиться, но я знаю, что он со мной. Чувствую, что он рядом. Святой источник здесь, и я ищу его. Он знал, что источник изменит представление о людских душах. Изменит мир. Ну, отца больше нет. Угу, печалька. Такс. Ага, боевой нож требуется, его нету. Ясно. Ну, это что такое? Угу, нужно искать подсказки. Мои познания в русском невелики, но, по-моему, это какая-то карта. Это точно по-русски. Кажется, знаки обозначают какое-то место неподалеку. Но понять ничего невозможно. Снова пропаганда. Труд побеждает холод и голод. Нужно еще что-нибудь найти. Тогда мы сможем изучить этот столбик. Такс. Тут нам лук понадобится. Лара, ты цела? Да. Я стою у старой советской плавилки. Я пробираюсь ко входу в шахту наверху. Можешь встретить меня там? Хорошо. Ну. Нам куда-то наверх надо. Ага. Ага. Такс, бутылка. Ладно, она нам пока не нужна. Но тут кто-то явно обитает. Или обитал. Не так давно. О, что это? Товарищи, прошу вас обратить особое внимание на это донесение. Оно касается сделанного нами невероятного открытия. На одной из глубоких разработок шахтеры пробурили проход в огромную пещеру, полную невиданных развалин и реликвий. Как ни странно, сильнее всего это открытие повлияло на рабочих, набранных из местных жителей. Они определенно знают что-то об этих развалинах. У меня стойкое ощущение, что мы стоим на пороге еще более великого открытия, поэтому мы переводим заключенных на круглосуточный режим работы. Переписка советского командира. Великое открытие. Власть советов. А вот это уже интересно. Какая-то пещера с ништяками. Так, ну, наверное, пора уже врагам появиться, да? А то сколько мы тут будем шастать так безнаказанно? Нужно найти дорогу туда наверх. Это будет не так просто, судя по всему. Так-с, можно вот сюда вломиться. Ой, опять я не ту стрелу нажал, елки-палки. Так-с, могу я перепрыгнуть? Да елы-палы. Случайно нажал в сторону. Вместо того, чтобы ускориться. Да. Ну, патроны у меня пока на максимуме. Что, тут больше ничего нету, да? Да, зря я сюда шел. Полезли выше. Держись. Во, отлично. Рядом дом-гробница. Найдите вход. Ага, попалась. Как будто для зверей. Нигде ж она, может быть, эта гробница. Ладно, разберемся. Нет ли у нас карты этого объекта? Нет. Даже если бы и была. При восстании тут столько северо-рышки. Подъем наверх будет весьма опасным. Но... Вот прекрасно повезло. Ага. Первый контакт произошел в шахте. И они бросили все силы на табу. Вот только через неделю начался мятеж. Что, рабочих все достало? Гадалки не ходили. Укрытие! Прочесываем и ликвидируем. Укрытие! На нас нападут! Там что-то есть. Она там. Открыть догоняйтесь. Да оно вам показалось, ребята. Все? Так, стрелы сделаем. О! Это нам пригодится. Такс. Где-то здесь может быть гробница. И там ящик, который нам нужен. А как туда попасть? Горелые ребята валяются. Вот. Здесь можно спуститься. Охапка дров. Деталь пистолета. Одна из четырех. Окей. Освещение еще работает. Шикарно. Ну, в основном. Похоже на урановый смог. Ага. Это урангрудник. Док гробница. Нашли. Великолепно. Это мы выясним. В скором времени. Такс. Ну, наверное, надо прыгнуть. Какое-то здесь все ненадежное. Зачем я открываю эти шкафчики? Непонятно. Ничего не дает это. Ой, мерзкая вода. Там что-то блестит. Что-то же блестело. Почему я не вижу ничего? А, вот оно. Это был маленький тайничок с опытом. Так. Здесь нужно сжечь. Я надеюсь, камни на меня не покатятся. Ё-моё. Черт, это было больно. Да уж. Тут можно наверх залезть. Еще артефакты. Похоже, они сделали пролом в старый коридор. Надо бы самой взглянуть. Пошли ниже. Да блин, горелый. Ага. Тут опять что-то взрывать надо. Эта фляжка принадлежала солдату Красной Армии. Маркировку не могу разобрать. Она еще наполовину полная. Наверное, мне еще успеет пригодиться. В таком чемодане солидном лежала. Так, зачем нам здесь коктейли Молотова? Что мы можем здесь разрушить? Для начала, наверное, надо воду закрыть. Или не обязательно? Да. Воду придется закрывать. Либо пройти туда. Самой. Не, вряд ли получится. А как же закрыть воду-то, а? Может, через верх забросить? Что бы они ни нашли, она находится где-то там. Нифига себе. Вот это да. Это солидно. Но путь у нас один, по-моему, да? Только сюда. Что-то здесь связано, наверное, с вагонетками будет. Прикольно. Кто-то прятал горный инструмент и самодельное оружие. Нельзя больше ждать, когда наши братья снаружи перейдут к действиям. Красные обнаружили здесь нечто более ценное, чем эта ядовитая руда. Они нашли и осквернили могилы наших праотцов. Это последняя капля. Сначала мы думали, что древние стражи восстанут и покарают наших мучителей. Теперь я понял, что это нам суждено стать орудием Божьего возмездия. Мы прячем кирки и топоры и копим силы. Очень скоро те из нас, кто еще может драться, восстанут и перебьют наших угнетателей, пока они не стерли с лица земли наше прошлое и настоящее. Дневник рабочего узника советских рудников. Интересно. О, рюкзак. Это мы обновили карту. Давайте сохранимся. Что тут по оружию доступно? Уменьшение отдачи, скорость перезарядки, боезапас. Боезапас хочу. Такс, тут все. Пошли дальше. А я допрыгну здесь? Ну, надо пробовать. Ага. Опять надо сжечь. Ну, а тут точно не получится так. Просто. Нужно как-то закрывать эту воду. Ну, есть путь наверх, да. Что такое? Блин, опасно тут. Такс, если я повисну, что нам это даст? Вряд ли это закроет воду. Давайте разбираться, что тут к чему. Если я повисну вот здесь, поднимется та корзина и поедет вагонетка. Возможно, она что-то пробьет. Пока не знаю. А, стоп. А если вот сюда залезть? Черт, почему она не допрыгивает? Во! Так-то. Еще одна фреска. Отсюда можно стрельнуть куда-то. Только вот куда? О! Где это мы? О! О! Тут-то не чок был. Куда можно выстрелить отсюда, чтобы прицепить веревку? Что-то я не вижу. А, ну вот эту трубу нам нужно как-то перекрыть. Нет, здесь как-то слишком темно и страшно. Ладно, давайте. Надо виснуть на этой вагонетке. И посмотрим, что будет. А, вот как это работает. Так-то, как мне выпираться теперь отсюда? Надо найти способ перекрыть ее полностью. А-а-а. Вагонетки свалились. Ясно. Ну, надо цепляться за что-то. За что? Одну часть я нашел, куда надо выстрелить, а где вторая? Непонятно. Так. А-а-а. Вижу. Вот, теперь понятно. Да что ж ты не допрыгиваешь-то? Разбег и вперед. Во! Что нам это даст? Давайте попробуем еще раз повиснуть. Тогда уже вагонетка по идее не должна упасть. Она должна повиснуть на веревке. Нет. Так высоко мне не надо. Ёлы-палы. Получилось. Нужно лишь немного огня. Ну, с огнем, я думаю, мы разберемся. Ну, проход мы открыли. А как туда попасть? Что, неужели надо отсюда прыгать? Да, ну, по-моему, слишком далеко. Или допрыгнет? Или допрыгнет? Ну, что, надо пробовать. Другого-то пути я не вижу. Да, отлично. Радиоактивная руда в карман идет. Наверное, в конце концов, рабочим все это надоело. Да уж, надо думать. Та-дам! Мы добрались до главного сокровища. Похоже, эту штуку отсюда волоком тащили. Столько повреждений от неумелых раскопок и до обрушения. Наверняка это связано с пророком. Ну-ка, что нам тут выдадут? Древняя рукопись. Философское рассуждение о достоинствах познания. Освоен новый навык ясные глаза. Все ловушки неподалеку автоматически подсвечиваются при использовании улучшенных инстинктов выживания. Это приятно. Гробница пройдена. Советская шахта. Туда нам не попасть? Да, похоже, что нет. Ладно, теперь надо выбраться обратно как-то. Наверное, сначала они пробились в эту шахту. Возможно, она ведет наружу. Возможно, но не обязательно. Такс. Такс. Где мы оказались? Ага. Ну да, я здесь проходил, помню. Я прыгнуть хотел. Вот так. Нет, по максимуму. А смогу ли я теперь выбраться обратно этим же путем? Нет. Ну да, подъем есть. Такс. Ага. Ну, путь один. Стоп. Стоп. Отлично. Гробницу мы зачистили. Пошли теперь по основной цели. Такс. Где она у нас? Ага. Куда-то туда. Хорошо. Горючая преграда. Ну да, это я понял. Мне бы бутылочку найти. Мне бы бутылочку найти. Может здесь есть бутылочки. Есть бутылочки. Нету. И наверх тут никак не забраться. Да, это понятно, что их можно поджечь. Но чем? Такс. Можно еще туда залезть. Интересно. Нет, тут бутылок нету. Ага. Давайте вскроем. Пустой шкаф. Десять опыта. Один яд. Такс. Как я сюда залез вообще? Я могу как-то отсюда вылезти обратно? Да, могу. Только где взять горючее? Вот. Нашел. Такс. Можно сжечь вот в этом месте и вот в этом месте. Но основная цель у нас там. Поэтому давайте сожжем сначала то полотно. Ох, нифига себе. вот это да. Вот это да. Так. Отсюда мы можем куда-то уехать. Такс. Так у нас цель там? Да. Нам туда надо. Или нет? Нет. Цель где-то дальше. А как туда пройти? А, или наверное нужно туда на вышку а с вышки спуститься потом. А что, вот здесь и судьба вылезти? Нет. Не хочет. Ну ладно, погнали тогда на башню. Интересно, у нее руки не примерзают к трубам. Стоп. Здесь я могу вернуться. Но по сюжету нам надо выше. Ну, полетели. Так. И что дальше? Куда надо прицепиться-то? Что, еще ниже? Цель-то у нас где-то остается в другой стороне. Я туда никак не могу попасть. Мне кажется, я вообще не туда иду. патроны. Сдались мне эти патроны. Можно сигануть вот туда попробовать. Ёлки-палки, я вернулся в самое начало. Нет, где-то я явно ошибся. Как же туда попасть-то, а? Но вот это прикольно с другой стороны, что все не так очевидно, как казалось с самого начала. Этим-то мне и нравится игра. придется немножко вернуться и поискать другой путь. Вот здесь можно сжечь еще. Да, только бутылок я что-то больше не вижу. вот найс. Может здесь проход будет? Нет, здесь просто тайны. Стандартный советский армейский жетон. Выбито имя Юрия Равдоникиса. Заключенный. На обратной стороне выбито слово осужденный. Ну, почти правильно перевели. Молодцы. Такс, надо разбираться, как нам попасть в ту сюжетную точку. прыгните с веревкой. Так. Да. Найс. О-о. Быстрее, 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 быстрее. Фу. Нет, 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 прыгать не надо. Надо забраться всего лишь. Такс, вот, мы уже ближе к цели. Давайте здесь осмотримся. осмотримся. Да, тут золотая жила. Жилая куча артефактов. Все заглавно документом советской разведки. Здесь они добрались до развалин. кто-то сбеглицами. Не знаю, видно в лодзе, но только что прервалась связь с поисковым отрядом внизу. Ясно. Я сообщу передовой группе пусть готовится. Движение видно? Движение не видно. Как-то так. нам еще выше. Теперь уже точка там, в той стороне. Ну, ладно. Так, куда нам? Вокруг, что ли? ненадежные тут дощечки. Ага. Что-то мы кругами ходим. Как-то странно. не-не-не, гранату не надо бросать. эй-эй-эй. Все. Музыка закончилась. Значит, и враги закончились. Отлично. Какая красота. ух. Угу. Здесь я смогу спуститься. Ладно. Надо все пособирать. Что тут с них нападало? Так, это банка. Банка. здесь где-то Яков должен быть. Мы сюда шли помочь Якову. Насколько я помню. Ну, все по максимуму. Так, а тут что? очередной пустой шкаф и десять опыта. не густо. Ой, еще выше. Цель где-то там. Давайте на секунду вернемся. Я вот сюда еще не сходил. Во-первых, вот это надо взять. Я проник во вражеский лагерь и узнал, что они пришли за сокровищами горных недр. Они понятия не имеют, какую тайну мы храним. Строители железной дороги сами пленники, рабы Красной Армии. Теперь по железной дороге движутся огромные машины, которые привозят новых рабов, провиант и сырье для постройки небольшого города. Пора мне вернуться к моему народу и спланировать нападение. Если мы сумеем измотать их прежде, чем они доберутся до горы, возможно, они сдадутся и повернут назад. Красное нашествие. Куда мы так попадем? А, ну, понятно, это просто второй путь. к основной цели. Тихо, 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 вот сюда надо прыгать. Как высоко Яков забрался, лара, 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 ты там? Да, я там. Я не могу головы поднять. Лара, уходи оттуда. О-о-о. Че? Вот это плохо. Патрончики по-максимуму хорошо. Они уже проникли внутрь. Деталь блочного лука. Просто взгляну-ка на рабочий журнал. Там вроде упоминался сейф. Судя по описи, красные хранили в этом сейфе самые ценные артефакты. Давайте его взломаем. У кого горел? Сейчас. Всем остальным ничего не трогать. Находите артефакт, заносите в каталог. И все это было в шахте? Ага. Судя по последним протоколам, они нашли это место и сразу прекратили раскопки. наверное пока они думали что делать мятеж начался. Это древние вещи и надписи не на русском. Есть идеи откуда это все взялось? Смесь греческого и монгольского что ли? Ну что? Придется всех перебить. Смотри, заварено намертво придется повозиться. Я хочу заглянуть туда до прихода Константина. Допол... Эй! Нас бурят! Это ведь не все еще, да? Судя по музыке. Ага. Ой, там газ что ли? Заголим фото! Еще валят. Вот пистолетные патроны то нужны были как нас таки. Лови баночку. Ах ты зараза он в ответ мне швырнул, но я его шлепнул. Ага. Ловите. Красота. Не то чтобы я садист, но они это заслужили. Ну где там Яков-то засел? Ого. Так точно, рассредоточиться, она окружена. Красота. Ага. Все, нам типа туда надо, да? Угу. Что-то мы больно часто друг друга спасаем. Спасибо. Рада, что ты цел. Это и есть сквозной путь? Да. Но внутри их будет много. Ты не обязана идти. Так просто я не отстану. Мне все еще нужны ответы. Заброшенные шахты. По этому пути мы пройдем сквозь гору. Мои соплеменники издавна пользовались этими проходами. А потом прибыли красные и начали раскопки. А что они нашли там внизу? Достаточно, чтобы разжечь их любопытство. Они использовали механизмы и взрывчатку, чтобы проникнуть вглубь и много чего разрушили. Многие старые проходы обвалились, но теперь тут безопасно. Или было безопасно? Я не это надеялась услышать. Похоже, Орден Троицы нашел старое горное оборудование. Теперь они пытаются довести до конца начатое красными. И другого пути просто нет. Боюсь, что нет. Уже нет. Это все усложняет. В чем дело? Отстаем в городе. Провода окислили, но у меня есть идея. Почти готова. Из-за них тут все рухнет. Многие старые проходы были обрушены в ходе советских раскопов. Пошли! Отойдите с Орден. Скажи, что здесь строится! Шучу! Она вся полянулась steel. Яира! Нет, вы очиститесь! Это пространство! Это пространство! Пронесло. Яков, Яков, ты там? Слышишь меня? Плохо дело. Погоди, может я смогу... Так, ладно. Можно подать питание на пульт управления? Тем путем, что мы сюда пришли, нам не вернуться. Приется починить подъем. Знаю, только... Дай кое-что... Что это было? Укрытие! Мы на столах! Все? Так, тут что-то блестит. Надо взять. Ну, вот эта ледяная стена явно тут неспроста. Скорее всего, нам по ней лезть придется. Чуть-чуть не доехал. Какая невезуха, а. Так, надо как-то вот сюда. Некоторые объекты можно передвигать. Ясно. Нет, видимо не эти. Вагонетку, да? Так-с. Это пригодится. Боевой нож. А, вот. Вот теперь лифт спустился туда, куда надо было. Ага. Ну, ясно. Надо на лифт. И с лифта потом нужно... На эту ледяную скалу. Так-с. И что дальше? А, вижу. Пожалуйста, ознакомьтесь с этими донесениями как можно скорее. С тех пор, как мы нашли развалины, новых приказов не поступало. Продолжаются исследования реликвий и свитков, найденных на раскопе. Конечно, это покажется невероятным, но похоже, перед нами развалины легендарного Китежграда. Мы обнаружили множество упоминаний некого мессии или пророка. Если я правильно понял текст, он бежал из Византии приблизительно в X веке. В записях говорится, что с собой он имел некую могущественную реликвию. Работы на руднике временно прекращаются. Я намерен выяснить все об этом таинственном пророке. Благородные порывы. Власть советов. Неужели это часть затерянного города? Обалдеть. Ага, ловушка. Да, брось ты. Нормально все. Снова нас отрезало друг от друга. Надеюсь, Яков жив. А я точно не знаю, где нахожусь. Это начинает входить в досадную привычку. Я борюсь за жизнь и, к собственному удивлению, продолжаю надеяться. Меня окружают удивительные развалины. Похоже, это затерянный город пророка. Но насколько все это правда? Святой источник. Он и вправду здесь? Так-с. Я вот думаю, что б нам освоить. Инстинкт выживания облегчает нахождение объектов испытания. Эксперт-подрывник. Улучшенные технологии изготовления повышают радиус взрыва самодельных устройств. Мастерство изготовления. В базовых лагерях можно изготовить вместительные сумки для боеприпасов и иных ресурсов. А также повысить количество боеприпасов, создаваемых на ходу. Ну давайте возьмем. Боезапас. Так, и на пистолет надо что-нибудь поставить. Плавная подача патронов из полированного магазина ускоряет перезарядку. Ну ладно, пусть будет. Ну что, друзья, давайте сделаем здесь паузу. Продолжим в следующей серии. С вами был Илья и канал ОЗЕ Геймс. Счастливо и удачи вам. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok